итак первый вопрос на сегодня почему аллах оставил нас без имама почему он скрылся прежде чем ответить на вопрос о том почему необходимо разобрать вообще что такое сокрытие имама ибо у многих из людей абсолютно неправильное представление о том что есть сокрытие имама некоторым кажется что сокрытие имама это означает что имама среди нас вовсе нет что он куда-то ушел оставил нас самих по себе и таким образом подобно например его светлости из али саламу который вознесся в небо или же как хотят преподнести это ваххабиты как будто имам где-то скрылся в каком-то подвале или в какой-то пещере и не выходит оттуда скрылся не выходит оттуда и ждет своего часа чтобы выйти оттуда но это совершенно не так имам находится среди нас он ведет свою деятельность он занимается своими прямыми обязанностями обязанностями имама и он ведет свою работу единственное отличие между не скрытым имамом и скрытым имамом это то что скрытого имама мы не знаем мы не видим то есть не видим не смысле что вовсе не видим а можем увидеть но не понять что это имам а не скрытого имама имама который присутствует среди нас мы его знаем где он живет мы знаем как он выглядит мы можем обратиться к нему мы можем увидеть его то есть и скрытого имама мы можем увидеть но разница в том что увидев его мы не поймем что это имам то есть он себя и своей деятельность не афишу не афиширует в отличие от открытого имама то есть в этом принципиальная разница между имамом до сокрытия и мамам после сокрытия поэтому конечно же деятельность которая возложена и ответственность и обязанности которые возложены на имама они им выполняются и в данный период то есть в момент сокрытия его светлости это во первых во вторых необходимо обратить внимание на то что непорочные присутствовали среди нас открыто на протяжении почти что двухсот пятидесяти лет более двухсот пятидесяти лет то есть два с половиной века непорочные присутствовали среди нас обратите внимание для того чтобы сравнить его светлость посланник аллах саллаллах валихи валихи вассалям вел свои деятельность свою пророческую деятельность свою посланническую деятельность вел на протяжении чуть более 20 лет 20 лет и большинство мусульман то есть те которые не являются последователями ахляль бейт алейхи вассалат вассалам они следуют за его светлость посланником аллаху саллаллаху алейхи вассалям он для них является непорочным они черпают свои знания у его светлости посланник аллаху саллаллаху алейхи вассалям но как пророк и посланник его светлость посланник аллаху саллаллаху алейхи вассалям среди людей был всего лишь чуть более 20 лет и то чем могут воспользоваться свои религии для познания и получения знания своей религии большинство мусульман это исключительно те слова и те высказывания эти хадисы которые были озвучены на протяжении этих чуть более 20 лет но у нас у последователя любит алейхи вассалям дела обстоят чуть иначе на протяжении более двух с половиной веков непорочные были среди нас были среди нас открыто и на протяжении этих лет двухста пятидесяти лет мы черпали у них свои знания мы получали у них свои знания то есть начиная вот его светлости посланник аллаху саллаллаху алейхи вассалям и заканчивая его светлость имама хасаном аль аскери на протяжении всех этих двух с половиной веков мы получали у этих непорочных знания черпали знания о религии обучались у них толкованию священного корана и поэтому совершенно будет несправедливо на сегодняшний день сказать что у нас не хватает религиозных знаний не хватает знания о религии это совершенно не так у нас достаточно знания о религии достаточно понимания именно научного понимания религии и поэтому совершенно нет необходимости в том чтобы среди нас присутствовал непорочный то есть То есть это не так остро. Возможно, в каких-то незначительных вопросах вы можете найти нужду. Да, как, например, у его светлости Алибин Абитальба, алейсалат ва салам, спросили. Когда он, его светлости Алибин Абитальба, алейсалат ва салам, сказал, что «Салюни, каблян тавкидуни, спрашивайте меня до того, как меня потеряете». Люди спросили, а сколько, один из людей спросил, а сколько у меня волос на голове? Возможно, какие-то подобные вопросы нам неизвестны. Возможно, мы эти вопросы могли бы выяснить у его светлости имама. Или же, например, в священном Коране рассказывается о том, что племя Муса, алейсалама, спрашивали у пророка, какого цвета, например, должна быть корова, об особенностях коровы. Но в священном Коране порицается их эта особенность, их это качество, спрашивать о всех вещах, которые незначительны, не имеют значения. Точно так же, как и его святость Алибин Абитальба, алейсалат ва салам, порицал того человека, который спросил, сколько у меня волос на голове. Поэтому мы наверняка сможем найти какие-то вопросы, в которых мы всё ещё нуждаемся в имаме. Но в целом, в важнейших вопросах религий, которые нам необходимы, необходимы нам для того, чтобы служить Богу, воспитывать в себе рабов Всевышнего, этих знаний у нас достаточно. И поэтому говорить о том, что почему Аллах оставил нас без имама, во-первых, начнём с того, что имам всё ещё среди нас, и он ведёт свою деятельность, и он занимается тем, чем он должен заниматься. Он ведёт человечество и человеческую историю через свою собственную деятельность, ведёт к созданию всемирного государства справедливости, государства, которым закончится человеческая история, которая является апогеем развития человеческой истории. Он свою деятельность ведёт. Да, мы нуждаемся в каких-то научных вопросах, но эти научные вопросы оставлены нам непорочными в достаточной мере для того, чтобы мы работали над этими вопросами, над этими хадисами, над этими толкованиями Священного Корана и выводили из этих источников, чтобы наши учёные выводили из этих источников необходимые для нашего шиитского имамидского общества вопросы. Но другая обязанность, другая функция имама, а именно деятельность, направленная на противостояние тауту, потому что это одна из важнейших особенностей, и одна из важнейших обязанностей имама вести работу и деятельность по противодействию тауту. Почему? Потому что, когда мы изучаем Священный Коран, когда мы изучаем Священные Тексты, то мы обнаруживаем, в исламе это заложено, обнаруживаем, что вся человеческая история состоит в противостоянии божественных сил и сил таута. Всевышний в Священном Коране изволил сказать, что мы точно так же установили для каждого из пророков врагов в лице джинов, в лице шайтанов, в лице дьяволов из числа джинов и людей. То есть у каждого пророка были враги, и для каждого из пророков Всевышний установил врагов в лице шайтанов. И точно так же Всевышний говорит «Ва-джа'альнахум аимматан яд'ууна илэн-нар» и что мы установили их имамами, призывающими в ад. И так же в другом аяте Священного Корана Всевышний говорит «Ва-джа'альнахум аимматан яд'ууна и что мы установили их имамами, которые наставляют по нашему велению, по нашему приказу». То есть здесь есть две группы лидеров, имамов. Одни ведут в ад, призывают в ад, другие наставляют по воле Всевышнего к верному и правильному пути. И это наставление, и этот призыв, он не заключается только в том, чтобы какую-то научную информацию передать человечеству. призвать его к чему-то словами. Но ещё более важным в деятельности имамов, в числе которых также входит его святлость посланника Аллаха, потому что он тоже был имамом, важнейшей обязанностью, в отличие от пророка и посланника, которые доносят до человечества Божественного Откровения. Важнейшей особенностью имама является практическое воплощение заповедей и учений, и доктрин божественных. То есть важнейшей особенностью и обязанностью имама является то, чтобы он воплощал в жизнь божественные учения, создавал на основе этих божественных учений цивилизации и общества. И об этом неоднократно говорится в священном Коране. То есть, когда Всевышний говорит о посланнике Аллаха в священном Коране, неоднократно об этом говорится, то Всевышний говорит о том, что посланник Аллаха строит общество и цивилизацию на основе божественных учений. Центром этой цивилизации, основным и центральным вопросом этой цивилизации является раболепие перед Всевышним. И им в этом противодействует Таут. Чем занимается Таут? Таут занимается ровно обратным. Он высмеивает раболепие перед Всевышним, высмеивает единобожие и центральной фигурой, и центром, и осью своей цивилизации провозглашает человека и его низменные желания. И в этом вопросе все Тауты одинаковые, они друг от друга ничем не отличаются. Несмотря на все разновидности Таутов, западные Тауты, восточные Тауты, в разные времена, в прошлые времена, в настоящее время, в будущее время, все эти Тауты провозглашали, провозглашают и будут провозглашать центром и осью своих цивилизаций человека и его низменные желания, его низменные устремления. И они не просто научно это делают, и не просто словами призывают к этому, не просто убеждают других в этом. Нет, они строят общество, они строят целое общество, основанное на этих идеалах и на этих ценностях. И это мы очень наглядно и ясно наблюдаем сегодня, на сегодняшний день на Западе. Обратите внимание, всё западное общество построено на этих идеалах и ценностях, на низменных желаниях человека, которые являются центром. И здесь вне зависимости от того, каков человек, каков сам человек, он, живя в этом обществе, хочет он этого или не хочет, впитывает в себя эти идеалы. Он, конечно, может сопротивляться, он может себя убеждать в обратном, он может работать над собой, но живя в этом обществе, потому что общество так построено, общество так устроено, он, живя в этом обществе, впитывает в себя эти качества, эти особенности. Например, обратите внимание, некоторые источники писали о том, что в одном из американских городов, то есть это то состояние, в котором находится общество, в одном из городов на какое-то время, и это мы часто на самом деле можем наблюдать, это просто один пример, в одном из городов, в американских городах, на какое-то время отключился свет. И как вы думаете, во что этот провинциальный американский город погрузился? Погрузился этот город в джунгли и в лес, в дикие джунгли. То есть грабежи, нападения, разбои резко возросли в этом городе. Почему? Потому что там жили плохие люди? Нет, они такие же люди, как и мы. У них такая же фитра, как и у нас, у всех людей одна и та же фитра. Но то состояние, в котором их держат, то общество, в котором они живут, оно так устроено, что по-другому сложно жить, по-другому сложно существовать. И точно так же его святлость имам Аджалаллаху Фараджаху Шариф строит обратное общество, общество и цивилизацию, живя в котором ты хочешь или не хочешь того, будешь впитывать в себя единобожие и раболепие перед Всевышним. Ты, конечно, можешь сопротивляться этому, точно так же, как и можешь сопротивляться воздействию Таута в его цивилизации. Но всё-таки общество и цивилизация, которая строит посланник Аллаха, и которая строит его наместники, в особенности в лице его святлости имама Махдадзил Аллаху Фараджаху Шариф, это общество будет затягивать человека в единобожие и в раболепие. И поэтому основной обязанностью имама является строительство этого общества. И имам на данный момент занят этим. Период обучать, период говорить что-то, период, когда имамы общались со своими последователями и отвечали на их вопросы, исправляли их убеждения, их понимание в научном его понимании, в информационном его понимании, это время прошло. И имамы дали нам достаточно информации, достаточно знаний. Наша обязанность на данной этапе — это исследовать их наследие, которое оставили они нам, на протяжении более 250 лет. Они говорили нам, говорили, говорили, говорили. И наговорили они достаточно для того, чтобы мы поняли свою религию и свои обязанности. Для дальнейшего присутствия имама среди людей уже никакой нужды не осталось. Но при этом есть нужда, вне всякого сомнения, в том, чтобы имам для своей деятельности не был афиширован, был скрыт, чтобы мы не знали его в лицо, мы не знали его по имени, мы не знали, где он живёт, как выглядит и куда, и откуда перемещается, чтобы мы этих деталей об этом человеке не знали. И поэтому в наших источниках вообще неизвестно и не говорится о том, как зовут его светлый имам. Махди — это его лякад, это псевдоним его светлости, имам Махди, а имя у него другое. И в наших источниках не говорится, как его зовут. Ясно и чётко, и прямо не говорится, как его зовут. И более того, считается нежелательным и неправильным со стороны нас, последователей, ахлибейт, алейхмусалат вассалам, вообще говорить, как его зовут. Почему? Потому что он должен оставаться в сокрытии, он должен быть неизвестен, как он выглядит, кем он является, где живёт и так далее. Его личные вот эти вот характеристики, они должны оставаться в секрете по божественной мудрости. В этом есть нужда и в этом есть необходимость. Из причин для этого огромное множество. То есть причин для сокрытия ни два, ни три, ни четыре, ни пять, ни шесть, ни семь. Их огромнейшее множество. И, конечно же, все эти причины известны исключительно Аллаху и его наместникам, посланникам Аллаха, алейхмусалам, и его халифам, имамам непорочным. Нам все эти причины неизвестны. Но при этом в преданиях, которые дошли до нас, некоторые из этих причин фигурируют. Фигурируют. То есть мы можем в преданиях обнаружить причины. Например, в некоторых преданиях говорится о том, что очень длительное сокрытие имама является испытанием для людей. они будут испытаны. Легко верить, легко следовать, когда перед тобой, перед твоими глазами присутствует его светлость, посланник Аллаху, алейхмусалам, или его светлость, Алибин Абитали, алейхмусалам, который непрестанно демонстрирует человеку свои чудеса, непрестанно демонстрирует человеку чудо. И всё их бытие, всё их существование, вся их сущность является доказательством Бога. Они сами по себе являются знамениями и доказательствами Бога. И поэтому, когда они присутствуют, когда они перед глазами, когда ты их видишь, очень легко быть верующим. Но сокрытие имама является испытанием. И одним из сунн Аллаха является испытывать человека. И в священном Коране об этом неоднократно говорится. Всевышний говорит, вы разве думали, что мы не будем испытывать вас после того, как вы сказали, что мы уверовали? Конечно же, Всевышний будет испытывать вашу веру. И в том числе длительными сроками испытывает Всевышний. Например, в одном из аятов Священного Корана, это 16 аят, сур-хадид, железо, 57-й суры, Всевышний говорит, Всевышний говорит, «Не будьте подобны тем, сердца которых очерствели по происшествию длительного времени». То есть из-за того, что прошло очень много времени, их сердца очерствели. То есть одна из причин, по которым человек черствеет, одна из причин, которые являются испытаниями и трудностями для веры человека, для человеческой веры, является длительность времени, когда проходит очень много времени и ничего вокруг не происходит, ничего вокруг не меняется, чудеса не происходят. Например, наоборот, человек наблюдает несправедливость, наоборот, человек наблюдает давление со стороны неверия, давление со стороны Таута наблюдает. И его вера подвергается испытанию. Это, например, одна из причин испытать людей. Опять-таки, я повторюсь, этих причин огромное множество. Объять и познать все эти причины нам не дано. Их слишком много. То есть весь, всю тайну божественной мудрости в сокрытии имама нам не дано познать. Или же, например, также в преданиях фигурирует следующая причина, согласно которой имам ушел в сокрытие, чтобы сохранить свою жизнь, ибо его жизнь была под большой угрозой. Это еще одна причина. Мы знаем все прекрасно, что к времени его святлости имам Хасана Аль-Аскери имам уже находились под апогеем давления. То есть если, например, имам Али был относительно свободен, имам Садик, имам Багра были относительно свободны в своей деятельности, то чем ближе к нам, то тем больше давления, тем больше контроль со стороны Таута. Мы видим, что имам Казам находится очень значительную и большую часть своей жизни, значительную часть своей жизни, как имам, находится в тюрьме. Мы видим, как имам Хадий и имам Хасан Аль-Аскери находятся под очень пристальным и строгим контролем аббасистских халифов. Таута. И конечно же это давление и это чувство опасности со стороны имама, чувство, которое испытывает и чувствует Таут со стороны имама, оно со временем возрастало и ко времени имама достигло такого апогея, такой вершины, что уже присутствие имама среди людей стало невозможным до тех пор, пока не наступит время установить на земле всемирное государство справедливости, которому идёт вся человеческая история. И также в некоторых источниках фигурируют следующие причины, то есть опять-таки я ещё раз повторюсь, этих причин огромное множество, я не собираюсь и нет у меня намерения и возможностей и знаний для того, чтобы раскрыть основную например причину. Мы говорим в некоторых причинах, которые могут быть, этих причин огромное множество. Также в некоторых преданиях говорится о том, что все имамы так или иначе находились в договорных отношениях с тагутами своего времени, то есть у них был какой-то договор. Например, у имама Хасана Алейсалама то есть имам Хасан Ибн Али Алейсалам например заключил договор с Муавией и имам Хусейн Алейсалам тоже вынужден был соблюдать, должен был, обязан был соблюдать этот договор между ними. И у каждого имама был свой определенный договор с властями, с тагутами. И имам Махдя Жалла Фараджа Шериф согласно некоторым преданиям опять-таки не должен был иметь какие-то подобные отношения, какие-то подобные договора с тагутами. Но так как давление было усилено и все шло именно к этому, если бы имам присутствовал бы среди нас, он обязан был бы заключить договор и пойти на какие-то уступки, то возникла необходимость в том, чтобы имам сокрылся. То есть это вот причины, которые мы можем обнаружить в некоторых преданиях. Некоторые другие причины мы можем сами понять, если немножко поразмыслим над философией, поразмыслим над сутью сокрытия. сутью сутью сутью